Всем привет! Просили домашних фоколков. Продолжаю. Сейчас будем подглядывать за детьми, что они там делают. Ку-кусики! А что вы делаете? Вот что. Вашка с вами. Ника с новым чехлом. Не показывай, пожалуйста. Это ужас ужасный. Как мы вчера с ней ходили по магазину, и она там купила чехол. Вы думаете, Ника останавливает то, что мама капается? Нет. Ей нужна кепочка. Мы приехали сейчас с Каймол, а Ника выбирает все кепи. Я ей говорю, что они уже, ну, по факту, отошли. Но нет. Это было раньше, по факту. Мне прикалывалось, говорю, сейчас как водитель. Она говорит, ну, это модно, это стильный, но ты крутой водитель. Я не знаю, что это, но я... Это прикольно, она на бок одевает. А, типа, биреточка? Да, но они классные, когда не кожаная. Это, ну, типа, повод кожи, и чтобы, главное, не выглядела как льенка. Не-не-не, глубже. Нет, сама сказала она была. Глубже. А, глубже? Конечно. Можно делать вот так. Можно делать вот так. Можно делать вот так. Можно делать вот так. Зависит от образа, который вы создаете. Вот и штуку. Ты как русалка. Сейчас. Тебе сколько лет? Пять? Для полного комплекта. А, ну да, да, точно. Да, остатка. Ни в каком магазине эти джинсы эти купила? Эти? Давай, раздевайся, дружку. Не видно. Я не помню. А так видно? Нет, так не видно тоже. Ладно, она купила эти джинсы для чего? Для того, чтобы худеть под них. Видите, она их одела. Она худеет. Смотри, какая штука. Не та. Сними с головы эту фигню, пожалуйста. А это что? Что такое? Покрымушка. Вот еще одна расческа для русалки. Тут и резиночки для русалочек есть. Ну, это для девочек лет пяти. Ну, я хорошая, давай я тебе куплю. Давай, мой хороший. А еще, смотри, мы купим. Сорока, Сорока, все блестяще, все красиво. Посмотри, какой он красивый. Знаете, у Ники сейчас ощущение, как будто это 70-е. Хиппи, да. Потому что мне вот так вот стиль боха. А что, мне нравится? Мне тоже. Мне, кстати, нравится этот фильм. Мне бы какие-нибудь стилевые очки еще и вообще влюбилась. Моя красавица. Она классная. Да. А можно я у тебя иногда буду ее брать? Ты также покупала штаны под брюкзолом, которые я до сих пор ни разу не одела. И комбинезон еще, да. Какой? Который львной. А, пожалуйста, забирай. Я уже поносила бороться. Девочки, у нас с Ника один размер, поэтому у нас дележка вещей. Ника очень хотела комбет. Такое хотела или другое? Ну, не совсем, но мне и нравится. Джинсовые хотела. Но это проспродажа. Там есть новая коллекция, а не джинсовые. Но это Никины деньги, она сама как бы тратит их. Мне же нужны твои поверья. Конечно. Я шли по этому головной болью и приехала. Так что? Что лучше, юбка или... Я думаю, что надо брать это и то. Что такое? Не хочешь тратить денежку? Да, Ника, она сложно зарабатывает. Она сейчас тратит деньги, которые ей подарили на день рождения. Поэтому видите, как она... Или то, или то. Ой, 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 какая ты умничка. Знаешь, и цену диньго, а? Так что? Задумалась. Вот прям чест. Ника, ну бери эту и ту. А вот я думаю, под что ладилась? Что под что? Юбку под что? Юбку? Да под все. Футболки, майки. Это что? Это? Футболки, майки. Не получается, такая релая. Ну так а что? Это можно одевать как сейчас, как зимой, как лесной, как осенью, как и летом. За помощью чем-то сусилей? Как? Не очень. Такие вещи хорошо смотрятся на высоких. Ну, так как на тебе, например. Как на высоких? Нет. Ты на голову выше. Какие? Или под шпильку, ты что-то не носишь. Слышишь, не пульки? Окей, беру и там все, отлично. Говорила. Когда будет тебе жарко, ты все равно будешь ходить в шапки. А мне не бывает жарко. Тебе не бывает жарко, тебе все время жарко. Потому что я горячая. Покажи, пожалуйста, эту кепку, которую ты примеряла. Потому что... Которую... У нее не оптимальный цвет. Ну да, но от того, что у нее нету эмблем, надписи, она прикольная. Но есть, конечно, когда надписи реально классные. Такие вещи, посмотрим. Такие вещи, посмотрим. Очень. Я не знаю, сколько он стоит. Почему тут нету эмблем? Какая цена? Это как у меня, ты помнишь, тоже Оверсайд, которая Глориан подарила? Да. А ну давай, ну, она сюда не подходит. Классный тренч. А ну повернись, Низа. Тебе он тоже подходит. На двоих? Только если я тоже буду носить. Так, и как он... Вообще, в принципе, я... Ты держишь нормально? Да, теперь да. Спасибо. Вообще, я очень люблю вещи не завязывать, не застегивать, у меня всегда они как бы вот в таком виде. Он на камере кажется синим. Он не синий. Да. И я люблю всегда вот рукава закатывать, мне очень нравится. Сейчас мы поменяем чуть-чуть цвет. Где-то как, да? Он все равно синий. Но... Ну, во-первых, тут видишь... Да, поэтому еще... Поэтому да, неудобно. Попробую его здесь застегнуть как надо. Ой, сзади как красиво. Здесь я бы поменяла поезд, или просто его не застегивала. Я не люблю вообще застегивать вещи. Траймери. Да, можно завязать. Этот можно, потому что здесь поезд выглядит как поезд. Именно с ремнем. Поезд выглядит как ремень. Вот. Сколько он стоит? Интересно. Распродажа. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Чего все время тебе голову обрезают? Спасибо. Он стоит 600 гривен. А стоил 1300. Девчонки, есть еще в таком цвете. Он чуть дороже. Он стоит 1000 гривен. Стоил 1300. Небольшая скидка. Это мы сейчас в Катоне. Кстати, в Катоне есть нижнее белье. Сейчас я вам покажу. Довольно неплохое. У всех подростков, кстати, хотя я тоже очень люблю. Я люблю оверсайз вещи. Да, ну это стильно. Спасибо. А мне нравится. Спасибо. Поездная? Да. Ну, смотряник. Ну, не знаю, мне не нравится. Надо, да, одевать под каблучок небольшой, под твои идеи. Черного. Да. Ниже чуть-чуть опусти их. Чуть-чуть. Ну, не знаю, мне они не очень. Да? Да. Девочки, как вы мне пишите в комментарии? Не коза, я против. Ну ладно. Сейчас не кидала штаны, которые, ну, как бы мне нравятся. Сейчас она их примерит, покажу вам. Они, конечно, более такие летние, легкие, но пусть будут. Тем более они со скидкой идут, и они очень хорошо смотрятся под футболки, под майки. Будут круто смотреть. Хотя они мне нравятся. Не, они прикольные, просто они легкие, они не под эту обувь, ну, то есть как внешний вид. Пинку ровно. Не, ну, в принципе, ничего так. Ну, Ника, ну, тебе просто другая фигура, я делаю эти же штаны. То, что у меня не худенькие ножки, ты не знаешь, что у меня другая фигура. Не, Николь, во-первых, я вешалка, ну, то есть сплошные кости. У тебя же вообще не любят. Откуда ты знаешь? С чего ты взяла? Видишь, у меня никого нету. Я же сама, значит, не любят. Они, видите, какие они с высокой посадкой. Ну, тут нужна футболка. Покажи еще раз высокой посадкой. Вот. Тут нужна футболка или майка или... По-моему, этот свитер тоже прекрасно смотрится. Не, я просто говорю, что, ну, как, прикольно, когда... Мне вообще нравится, когда, например, если верх окрикающий, то низ, он объемный. Если верх объемный, то низ должен быть, как бы, ну, тогда пропорция красива. Да, их надо взять. Ника выбирает себе чехол. Посмотрите, это планшет прост. Ну, пример, пример. Хорошо примерить. Ну, хочет, как бы, просто. Ну, я говорю, Ника, я, конечно, лояльна вам, но я не настолько, все равно говорила. И надо переклеить теперь, как бы, мама. Мама, смотри, прочитай. Где? Слушай, ты сушил. А, сама заработала. Ну, как? Какой волшебный. Николай, сама платье. Как от сердца отрывает. Зато, когда мамины деньги уходят, вообще очень легко. От своей, от сердца отрывает. Теперь поняла? Поняла теперь? Да, сложно сказать, да? Да. О, как новенький. А ну, да, скажи. 540. 540, Ника. Ты плохой математик. Насчитала, там 440. 500 гривен. Мне нравится. Все, нашла, наконец-то. Чехол купили. Комбез купили. Да, глупость, 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 глупость. Кепка, что ты еще хотела? А, еще и юбку еще купила, да? И как комбез, юбка, чехол, поменялись стекло и кепка. Да. И за все это двушечка, наверное, но она так. Ника еще одна нашла. И я тут еще одна нашла. А мне просто лучше так. Как водитель. А, не, машинист. Ну, по факту, да. Но мы экспериментируем. Импровизация. Все, вот это, да? Они по размеру одинаковые, нет? Почему-то... Ага. Потому что здесь вот она, поэтому тебе неудобно. Почему в прошлый раз... А, ты другую. Я в руках видишь. Да, да. Я примеряю Доминикину. И тебе она тоже идет. А будешь мне давать? Даже лучше, чем мне. То есть... Конечно будет, да? Сейчас я еще хочу примерить. Смотри. Я вот такие вот люблю. Детектив. Вот это ты очень похожа на детектива. Тебе не хватает трубки. Мира. Да. Так, и... Сейчас. Но она в том доме. Кстати, надо из того дома забрать штабки. Да, у меня такая там есть. Но я что-то ее не ношу, не особо она мне нравится. Хотя для образа, в принципе, неплохо, если создать определенный лук. И вот такие еще люблю. Такая у меня есть у меня дома. Ну, я на это лук. Ну, у тебя дома есть, в принципе. И вот еще, Ника не обратила внимания, я только что увидела, что когда-то. Они чуть-чуть другого материала. Да. Но они классные. А ну-ка. Они, может, в цене отличаются. А где-то цену? А. 349. Дешевле, да? Классная кепочка. Ну, вот смотрите. И ты заодно посмотри, какая тебе больше нравится. Вот одна. Это 340, да? 340, ну, 350. Ну, 350 гривен, да. И вот такая. Это теплее. Вот это теплее. 450 гривен. Вот они, в принципе, одинаковые, только разница в материале. Я склоняюсь к этой. Потому что сейчас весна. Да, и, во-первых, тут очень сильно прилипает шерсть и все такое. Да, давай вот эту брать. Да. И дешевле. Давай померяем еще, чтобы не померяешь. О, слушай, как на меня шипа. А, ну, пойдем, на, покажи. Ну, не знаю, это... На мне это лучше сидит лучше? Ну, пойди зеркала посмотри. Мне, да, мне нравится больше на тебе это. Не, а мне это лучше. Да? Вот это? Да. Еще не знаю. Я расстроена. Ну, короче, насчитали мне ремонт на 7 тысяч. Вот. И плюс еще там надо кое-что из запчастей закупить. То есть их не считали. В общем, это около десятки. И я просто вау. Я прям расстроилась. Я уже не хочу ходить на рост. У нас с Николей есть традиция, когда мы приезжаем. Блокер-блокер-блокер. Я же блог снимаю. У нас с мамой есть традиция. Каждый раз, когда мы приходим в салатерию, мы идем в баню. Мы берем карбонару и дижон. Просто каждый раз. Книга сняла сториз, и она все рассказала ко мне в окно. Да, мы берем вкусняшечки, всегда пиарим. Сейчас, в данный момент... Да, мы берем карбонару, он не тяжелый. Книга пиарит, книга пиарит. Ой, это ты мне должна пиарить. Должна я не пиарить. Ну что, нападаем. Мы, на самом деле, почти окождались. Уже почти 10 часов, я не посидала. Книга, если я не съем... Я не хочу, то я съем тебя вместе с чехолом. Что наша последняя покупка, мы думали, что чехол, а оказалось, что мы еще даже успели забежать в лечении демки и купить ниги кепшил. Да, как хорошо, что мы тоже. Рязаный аптит. Вот такие у нас приключения с Никой были. Сегодня Демку папа привез. И мы будем проводить время вместе, если они оторвутся от телефона, да? Да. Да, но никто не отрывается от него. И я. Мам. Что случилось? Что тебе дать? А, я не могу играть. Точно, надо тебя отвезти, снять это безобразие и больше его не делать. Да. Все, договорились. Видите, достаточно ребенка было. Сколько раз делать? Мам, а я хочу. Раза четыре ты сделала, да, или три? Пять, мама. Да, четыре, пять, ну, в общем, на протяжении, там, хорошая девушка. На протяжении зимы и чуть-чуть осени. Мы сделали в ноябре, по-моему. Да. В ноябре перед Трусковцом. И оском избила, все говорит, мам, я уже не хочу. Так что не сразу отказывайте детям, когда они чего-то хотят. Дайте им возможность, пусть они попробуют. Мне, когда делала девушка вот этот маникюр, она говорила, что, типа, что у меня в детстве только не было. У меня были и персинки, и крашеные волосы, у меня было все. Мама говорила, что ей... Потому что мама сказала, что если ребенку запрещать, то ему будет хотеться еще больше. Поэтому она мне все разрешала, и я поделала себе. Единственное, что у нее осталось небольшой, это тот шрам над губой. А так? Ну, я бы не разрешила тебе трогать губы, пупки и тому подобное. Но по поводу, например, там, покрасить волосы и тому подобное, если вы меня давно смотрите, то у Ники даже были зеленые волосы. Ну, правда, они были не в такой краске, а та, которая смывается, но в любом случае. Ники, говорю, почистни морковку, ведь я не хочу. Жопа мелкая. Вчера сварила бульон, сейчас буду делать суп детворе. И я отвариваю просто вот куском говядину. Очень прикольно просто, знаете, как кусочек ребенку дать. Чуть-чуть солькой. Хотя соль это зло, но я так помню, с детства было. И прикольно. Вкусно. Еще знаете, что я делаю? Я, когда варю суп, я картошку мну. Тогда он получается более такой, как бы густой. Не знаю, мне очень нравится тоже с детства. Ну, знаете, как мама приучила, я его тоже готовлю, как по маминым рецептам. Вот. Потом морковка пойдет, и надо у детей спросить, что они хотят. А с чем делать суп? С чем суп делать? Давай гречный. Гречный, хорошо. Ну, вот так вот. Какие супы вы делаете? У меня детвора любят овощные. Вот гречка, вермишель и гороховый. Надо, кстати, гороховый сделать давно не делать.